SCP-783 В связи с последними событиями было признано необходимым более активное присутствие фонда для содержания SCP-783 связанных с ним явлений. Фондом были реквизированы вспомогательные здания около местной больницы, а также два жилых помещения. Эти объекты недвижимости были обозначены как временная зона 5. Описание. Состоянному ухудшению структурной целостности. Снаружи будут наблюдаться дефекты и поломки во внешнем фасаде, придающие поврежденной структуре кривой или угловатый вид. Данная аномалия распространяется на любые объекты, которые проникают в пораженное здание, вызывая немедленную и значительную деформацию, которая неизменно является фатальной для живых существ. На сегодняшний день сотрудники еще не нашли способа предотвратить нападение или предоставить какие-либо средства помощи целям SCP-783. Из-за этого, а также воздействие SCP-783 на записывающую аппаратуру, мало известно о точном внешнем виде SCP-783 и характере его аномальных свойств. Жертвы нападения SCP-783 имеют грубые деформации структуры тела, являющиеся результатом десятков сложных переломов длинных костей и сильного смещения позвонков. Они заживают путем быстрого образования чрезмерного количества хрящевой и костной ткани. Жертвы демонстрируют гиперэластичность эпидермиса и мускулатуры для размещения дополнительной ткани. Например, предплечье одного из субъектов достигало более 2.4 метров в длину, а сдокументированный рост другого составлял 12.5 метров. Конечным результатом данного уродства и удлинения являются субъекты, выглядящие полностью зубчатыми или угловатыми. Несмотря на характер данных травм, большинство жертв остаются в живых после завершения атаки SCP-783. Однако чаще всего страдают от паралича всего тела или находятся в вегетативном состоянии. 27 живых особей были получены и подключены к системе жизнеобеспечения. Они содержатся в крыле местной больницы, реквизированной для эксплуатации фондом. Жителям Темби известно о существовании SCP-783, однако говорить публично о нем считается табу. Исследователями была задокументирована детская песенка об аномалии, распространенной среди местной молодежи. Жил на свете человек с крюченой ножки, и пошел он как-то раз по кривой дорожке. Скрюченую трость держал и рыбачил малость. Скрюченный лоток клал все, что попадалось. Как-то был ему улов, скрюченный мальчишка. Ох, он был кричать здоров, только криво слишком. Крикнул криво раз, другой, третий снова, снова. Человек на колесе криво четвертован. Наблюдение. Протокол регистрации инцидентов. За месяц до текущего периода активности SCP-783, D209 был выбран из группы добровольцев для проживания в принадлежащей фонду собственности в Тембе. По всему дому было установлено аудио и видеозаписывающее оборудование для наблюдения. Следующее было записано на 43-й день его пребывания. Видеопротокол 22 часа 34 минуты. Второй этаж спальня. D209 лежит в постели читая роман. Гостиная. Прямая трансляция демонстрирует зубчатые вертикальные искажения на экране. Феномен начинается в левой части кадра около входной двери и переходит на правую сторону в направлении прихожей. Это длится примерно 23 секунды. 22 часа 35 минут. Что-то появляется в коридоре заслоняя свет прожекторов, установленных за окном напротив камеры. Аналогичный эффект искажения возникает в центральной части записи, маскируя объект. Качество изображения падает еще сильнее, после чего передача обрывается. Второй этаж спальни. D209 резко тревожно поднимается. Он утверждает, что слышит медленный продолжительный искрежет, доносящийся с первого этажа. Испытуемый начинает вставать с кровати. Примечание. Проявление SCP-789 подтверждено. Визуальное искажение указывает на присутствие SCP-789 в помещении. 22 часа 36 минут. Второй этаж лестницы. Изображение становится волнистым и искаженным. Заметно движение. Однако сильные помехи не дают возможности разглядеть какие-либо детали. Второй этаж спальни. Слышно неторопливые шаги, поднимающиеся по лестнице. D209 делает попытку открыть окно и сбежать, но безрезультативно. 22 часа 37 минут. Второй этаж спальни. D209 берет небольшой светильник с прикроватной тумбочки и делает несколько попыток разбить окно. Второй этаж прихожая. Внезапное искажение видео появляется на записи, когда SCP-783 движется прямо перед камерой. Изображение восстанавливается через 33 секунды, пока сущность движется дальше по коридору. К этому моменту искажение затрагивает только область непосредственно возле двери спальни. Второй этаж спальни. D209 замирает на месте, слышится стук в зверь. D209 приближается к двери, держа лампу как дубинку. Он просит человека за дверью назваться, но ответ не был получен. Затем он спрашивает у наблюдателей, удалось ли другим сотрудникам войти в здание. Наблюдатели хранят молчание. D209 готовится и берет ручку двери свободной рукой. D209 распахивает дверь. Примечание. В доме слышен громкий треск чего-то ломающегося. Все лампочки во всех помещениях одновременно разбиваются. В том числе лампа прожекторов, направленных на здание снаружи. 22 часа 40 минут. Второй этаж ванная. Как только камера настраивается на условии низкой освещенности, возле открытой двери в прихожую появляется SCP-783. Он остается неподвижным. Второй этаж спальня. D209 кричит, сжимая правую руку. Она сломана чуть выше локтя и свободно болтается. Наблюдается быстрое затвердевание. По-видимому, из-за ускоренного роста костей, D209 кричит о своем намерении сбежать живым и бросается из комнаты. 22 часа 41 минута. Второй этаж, прихожая. Когда D209 пробегает мимо ванной комнаты, раздается громкий щелкающий звук. D209 падает на пол и крича просит о помощи. Он сообщает, что его нога была сломана. Примечание. Искажения видеосигнала начинают проявляться на кухне и перестают затрагивать ванную комнату. 22 часа 45 минут. Второй этаж, прихожая. D209 удалось снова подняться. Он демонстрирует свою правую руку, которая была сломана ниже локтя камере. Новый перелом выгнат в сторону, противоположную предыдущему. D209 ругает наблюдателей, но сообщает, что его боль в основном утихла. Хромая, он идет к лестнице. Пытаясь идти по лестнице, D209 спотыкается и падает. Слышно еще 12 звуков чего-то ломающегося, с короткими паузами между ними. Остановившись, D209 обнаруживает еще несколько переломов в разных местах вдоль каждой конечности. Испытуемый кричит в судорогах на лестничной площадке, когда они вправляются. D209 продолжает движение. Он изо всех сил пытается ползти, в конечном счете выходя за кадр. 23-26. Первый этаж, гостиная. Видно, как D209 ползет в комнату. Он напрягается, двигаясь с большим трудом из-за его громоздких конечностей. Каждая рука имеет длину более 2 метров, с несколькими негибкими переломами, которые препятствуют движению через препятствия. Первый этаж, кухня. SCP-783 дематериализуется. Визуальные искажения исчезли. 23-31. Первый этаж, гостиная. D209 занимает большую часть гостиной. Его ноги вытянуты за кадр в коридор. Он держит руку на ручке входной двери, но длина его пальцев не позволяет ему открыть дверь. В коридоре слышен царапающий звук. D209 зовет на помощь, но сразу после этого его силой утаскивает за кадр. Он начинает кричать. Примечание. SCP-783 и D209 остаются в коридоре на всю ночь. Время от времени слышен хруст. D209 перестает кричать в 4 часа 27 минут. В 5 часов 1 минуту слышен хлопающий звук, сопровождающийся быстрым стуком. Инцидент 35-40.1. Одновременно с шумом, услышанным в 5 часов 1 минуту во время инцидента с D209, у всех 27 живых жертв, находившихся под опекой фонда, начались эпилептические припадки. Несмотря на то, что большинство из них были в вегетативном состоянии или полностью парализованы, они содрогались в конвульсиях в течение нескольких минут. Два исследователя были ранены во время инцидента. Системы жизнеобеспечения нескольких пациентов были повреждены. 5 человек погибли. В это же время в центре города произошел инцидент, в результате которого оказалось взрыто большое количество земли. Обновление. Сотрудники, которым было поручено расследовать недавний инцидент, встретили сопротивление местных жителей Темби, которые собрались на поле к югу от деревни. После словесной перепалки агент Коллинз достала оружие и выстрелила в воздух. Толпа разошлась. Из свежевырытой земли торчало несколько удлиненных пальцев ног. Была собрана команда землекопов, которая на следующий день обнаружила братскую могилу шириной около 5 метров с несколькими десятками обнаженных жертв SCP-783. Тела хорошо сохранились, но были обезвожены. Их число было невозможно установить из-за того, что они были сложены друг на друга. Тела были уложены головами вниз, руки были вытянуты вглубь ямы. Кроме того, большинство конечностей жертв были переплетены или завязаны вокруг друг друга, что делало невозможным эксгумацию без использования инструментов для пиления. Когда исследователь Сингер принял решение взять образец ткани, почва под его ногами провалилась и он упал в яму. В это же время тела сместились из-за падения исследователя. При попытке Сингера встать на ноги клубок конечностей разошелся. Исследователь упал глубже и скрылся из виду. Агент Коллинз немедленно взяла веревку, обвязала ее вокруг талии. Она поручила нескольким ближайшим сотрудникам вытянуть ее веревку по сигналу, после чего начала спуск в яму. По окончании спуска длина веревки, находившейся под трупами, составила около 20 метров. Веревка натянулась через несколько минут, что служило сигналом для извлечения. После опроса агент засвидетельствовал существование аномальной локации, вход в которую находится под трупами жертв. Агенту Коллинз был предоставлен временный отпуск. SCP-783-L1. Перевод. Данный файл – это первый отчет об исследовании SCP-783. Полевой журнал номер 1. D-2172 был выбран, чтобы выполнить предварительный осмотр подземной аномалии в темпе. Большой круглой ямы, служащей братской могилой для нескольких искаженных и вытянутых тел прошлых жертв SCP-783, все из которых смотрят вниз. D-2172 одет в защитный костюм 4 уровня защиты, оборудованный втягивающимся тросом. Передача аудио- и видеоинформации организована по проводам. Ему был выдан ручной фотоионизационный детектор, счетчик Гейгера, другая аппаратура для измерений среды. Также он получил базовый набор для выживания – Ruger LC-9 и достаточно боеприпасов к нему. Проведение экспедиции было назначено на 8 часов местного времени, но не начиналось до 8.35. Так случилось, потому что с защитной экипировкой D было не все в порядке. Несмотря на то, что размер был подобран правильно, D не смог ее надеть. Даже с помощью персонала была получена экипировка побольше. Передача начинается, когда D начали спускать на тросе в яму с жертвами. Он просовывает ноги между скрученных торсов двух тел. Затем смотрит наверх и сигналит техникам, чтобы те продолжали. Поток изображений начинает идти с перерывами, когда камера проходит мимо конечностей тел. 12 метров троса закончились еще до того, как дневной свет полностью пропал, после чего были включены фонари на голове D. С его позицией все еще не видно ничего интересного, кроме узлов из тел. Спуск был приостановлен, когда D начал дергаться. D настоял, чтобы командование продолжило спуск, но быстрее. Он утверждал, что что-то гладит его по спине. На глубине 90 метров D сообщил о головокружении и выразил непонимание того, в какую сторону он движется. После небольшой дискуссии с командованием было решено, что D столкнулся с искажением гравитации. D смог самостоятельно переориентироваться и продолжить карабкаться наверх с целью продолжить спуск. После того, как проходит еще 20 метров троса, уровень освещенности начал возрастать. Вскоре стало возможно увидеть дневной свет. Когда D пробивается на поверхность, в кадр попадает пасмурное небо. Окружающая местность частично затемнена из-за выростов в виде бесчисленного множества длинных рук, торчащих из горы мертвецов. D использует два таких выроста в качестве рычага, чтобы вытянуть себя из ямы. После медленно движется по твердой земле. Местность, похоже, идеально повторяет город Темби, таким, каким он существует в основной реальности. D стоит на поле на окраине города. На севере от него стоит небольшой каменный коттедж мистера Джона Мэйра. За ним идет главная дорога в город. D разворачивается, чтобы заснять панорамный вид. Негустой лес и огражденные поля вокруг местности, где находится D, подтверждают, что копия предельно точная. Насколько это можно увидеть с этой точки. Измерение температуры и атмосферных показателей соответствует основной реальности. D отсоединяет от себя провод. Аудио-визуальный поток продолжает идти по беспроводной связи через передающее устройство. D проинструктирован использовать его детектор фотоионизации, чтобы взять замеры с почвы. Пока D снимает замеры, исследователь Квести замечает странности на почве вокруг массового захоронения со стороны D. Во время пересмотра записи становятся видны десятки отметок на Земле. Рисунок этих отметок позволяет предположить, что они были нарисованы пальцем по почве. Центр заметил это обстоятельство, однако до D-2172 оно не было доведено. D сообщает, что посторонних веществ обнаружено не было. Командование инструктирует его оставаться бдительным и двигаться к коттеджу мэйров. Также искает следы исследователя Сингера. D доходит до коттеджа и трижды стучит в дверь. Какое-то время он ждет ответа, затем проходит внутрь. Коттедж, похоже, необитаем. D обыскивает первую комнату, не замечает ничего интересного и проходит в спальню. Там на стене над кроватью обнаруживается нарисованный углем символ. Он изображает верхнюю половину тела скрюченного гуманоида, который держит посох. Его свободная рука вытянута к подголовнику. D проинструктирован подойти к рисунку и исследовать его. D колеблется. Выглядит так, как будто ему очень неуютно находиться рядом с рисунком. Он медленно продвигается. При каждом шаге в направлении рисунка качество видео становится хуже. И в какой-то момент начинает прерываться. Ко времени, когда он доходит до части рисунка с рукой, видеопоток перекрывается сильными статичными помехами. Аудиопоток перекрыт пронзительным свистящим шумом. Прежде чем D смог прикоснуться к рисунку, командование приказало ему отступить. Он молча подчиняется и отходит. Помехи уменьшились до нормальных уровней. D разрешено покинуть это место и исследовать деревню. D ходит в тишине несколько минут, прежде чем становится виден дорожный знак темби. Он доходит до поворота дороги, где на земле встречает один рабочий ботинок. Он подбирает его и крутит в руках. Становится понятно, что ботинок похож на тот, что был у исследователей Сингера. D прикидывает направление, в котором шел Сингер, и указывает на ближайший дом. Это двухэтажное жилище с лужайкой перед ним, на которой рос вяз. Дерево выглядело мертвым. Земля вокруг него была завалена сломанными конечностями. Главная дверь этого места широко открыта. D направляется к ней. Директор Ким, который в то время командовал и наблюдал за операцией, запросил, чтобы его освободили от обязанностей, ссылаясь на то, что у него началась страшная мигрень. Он был препровожден в жилой отсек агентом Коллинзом. Исследователь Бонд заменил директора Кима. D-2172 проходит через прихожую и входит в жилую комнату. Видны следы борьбы. Диван перевернут, так же как и маленький столик. В стене и полу дыры. D наступает на остатки разбитой настольной лампы и проходит в прилегающую кухню. Это помещение также в полном беспорядке. Готовые блюда, продукты питания и кухонная техника вместо своих нормальных мест разбросаны по полу в направлении жилой комнаты. На большинстве этих предметов видны характерные повреждения, будто их бросили с существенной силой. Когда D приближается к раковине, на полу становится видно лужи крови. Судя по следам, кровь была разбрызгана, попав на стены и полки. Характер этих следов указывал на то, что нападающий нанес несколько удачных ударов оружием с лезвием. D становится на колени, чтобы собрать образцы крови. Когда он встает, в кадр попадает толстая разделочная доска, стоящая за раковиной. Все разъемы для ножей в ней были заполнены, пустовал только тот, что был для топора мясника. D обращает внимание на этот факт. Несколько кровавых разводов идут от точки, где находится D в сторону двери в конце помещения. Дверь сильно расцарапана и имеет множество следов ударов, что указывает на попытку ее сломать. D обнаруживает, что она закрыта с другой стороны и делает три попытки выбить ее, но ему удается только отбить несколько щепок, прежде чем он потратил на это все свои силы. Затем он отходит в другую сторону кухни, делает глубокий вдох и начинает бежать к двери. D ударяется плечом в дверь на полном ходу, успешно выламывая ее. По инерции он пролетает за дверной проем, где впадает в панику и начинает хвататься за стену, с целью предотвратить свое падение, так как за дверью оказывается лестница вниз. D успокаивается. Его необдуманное поведение вызывает нарекания со стороны командования, которое затем инструктирует его исследовать подземелье. После того, как он попытался включить свет переключателем, который не сработал, случился небольшой спор на тему важности исследования содержимого подвала, в котором D привел довод о том, что его жизнь может быть важнее. Однако доводы командования, заключавшиеся в опасности быть брошенным на произвол судьбы, оказались весомее. D включает лампу у себя на голове, затем достает свое оружие, снимает с предохранителя и медленно спускается в боеготовой стойке, прижимаясь к стене, противоположной той, где были перила. Подвал по большей части пуст. D осматривает местность. Что-то на полу в дальнем углу комнаты блестит от его лампы. D подходит и обнаруживает большой топор для мяса, влажный от крови. Он становится на колени, чтобы исследовать предмет. Когда он поднимается, он замечает дыру в бетонной стене, размером в четверть метра. Это вентиляционное отверстие, ведущее наружу. В нем торчит кусочек ткани. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что это штанина. D вытягивает предмет, который оказывается коричневыми брюками, которые носил исследователь Сингер. Из вентиляционного отверстия слышен шорох. D подходит ближе, чтобы посмотреть, и видит что-то из плоти. Сущность быстро скрывается из виду, двигаясь дальше по вентиляции. D быстро покидает помещение. Исходя из того, что было обнаружено в том жилище, предполагается, что исследователь Сингер был убит в бою. D проинструктирован удалиться от города, чтобы сдокументировать местность саму по себе и определить ее границы, если такие есть. В следующие 40 минут не случилось ничего примечательного. D движется на север и покидает город по главной улице Темби. D теперь находится за пределами Темби. Он продолжает движение по главной дороге, которая петляет через рощу, поросшую серебристыми березами. Последующие 2 километра местность не отличается от основной реальности. В какой-то момент лес сменился полями. Когда впереди стал виден небольшой коттедж, D проявил беспокойство. Он остановился и осмотрел местность, обнаружив, что он как-то вышел к Темби с южной стороны. D сообщил командование, что не видит конечности жертв SCP-783, которые должны быть видимыми, торчащими из ямы с телами. Он сходит с дороги и начинает бежать в сторону ожидаемого места нахождения жертв. Когда он достигает этого места, он находит большой круг перекопанной земли. При этом тела отсутствуют. Также нет следов предыдущего присутствия D в этом месте. Оставленная сумка с образцами, передающая устройство, и привод с тросом отсутствуют. D начал паниковать, однако был проинструктирован прекратить это и ждать, когда командование выработает курс дальнейших действий. Исследователь Бонд совещается с техническим специалистом, чтобы понять, как работает связь с D. Тот сообщает, что ретранслятор по-прежнему на месте. Также состояние троса не изменилось с тех пор, когда его оставил. После некоторого обдумывания было решено, что D попал в зону, имеющую несколько итераций, которые примыкают к изначальной точке входа. Было решено, что исследование дальше этой точки будет производиться персоналом, имеющим опыт в подобных делах. D был проинструктирован двигаться по дороге обратно к точке входа. D перемещается в быстром темпе через Березовую рощу, ведя несущественные диалоги с командованием. В частности, он обращает внимание на отсутствие каких-либо форм жизни. При этом слышен шум листьев. D поворачивается в сторону источника шума, где находит голое тело жертвы SCP-783 с вытянутыми конечностями. Оно растянулось вдоль дороги в нескольких десятках метрах и не шевелится. D громко ругается, затем поворачивается, чтобы продолжить путь. Другая жертва SCP, также неподвижная, растянута вдоль дороги впереди на некотором расстоянии. D убирает оружие и делает шаг в направлении ее. Шелест и треск становятся слышен позади D, который разворачивается, чтобы снова увидеть первую жертву. Несмотря на то, что положение тел не изменилось, очевидно, что руки и туловище удлинились, скрючиваясь и ломаясь таким образом, чтобы находиться ближе к D. Снова сзади D послышался треск. Он открыл беглый заградительный огонь по жертве SCP, шея которой удлинилась и загнулась таким образом, что голова оказалась примерно в метре от D на уровне глаз. Несмотря на то, что некоторые пули попали прямо в лицо, это не вызвало никакой реакции. Треск ослышался снова со стороны жертвы, что была не в кадре камеры D, который после этого начал спасаться бегством в сторону леса от сущностей. D бежит несколько минут на восток, игнорируя рекомендацию командования сохранять дорогу в поле зрения. Затем он остановился, чтобы перевести дыхание и передохнуть, присев на большой камень. Признаков погони со стороны жертв SCP-783 не наблюдалось. D использует эту передышку, чтобы перезарядить оружие. Потом он убирает его в кобуру, чтобы удобно съесть полевой рацион питания. Он интересуется у командования своим относительным местоположением, чтобы определить правильное направление движения. Несколько моментов он потратил на то, чтобы облегчиться, затем выдвинулся в путь. Поход проходит без происшествия в течение 14 минут, прежде чем D остановился. Он заявил, что в течение минуты чувствовал вибрации Земли в виде коротких ритмичных ударов. Его заверили в том, что такие ощущения могут быть от того, что регион, где он находится, имеет нестабильность пространства и времени. И это его волновать не должно. Однако он настаивал на том, чтобы остановиться и послушать. Он объяснил командованию, что вместе с вибрациями слышит глухой низкий шум, которого нет на аудиозаписи. Он продолжил осторожное продвижение, приготовив свое оружие. Вдали камера зафиксировала березу, которая была вертикально поднята и пропала из виду за кромками деревьев. D, похоже, не заметил этого. Командование пыталось довести это до D. Дерево опустилось на землю, появившись из-за крон, уже существенно ближе к D, и ударилось о землю с достаточной силой, чтобы вызвать вибрацию. Стало очевидно, что, несмотря на свою форму и характерную окраску, это не березы. С точки обзора D стало видно то, что у них нет ветвей, и их стволы тянутся куда-то выше уровня листвы леса. D проинструктирован приблизиться к ним и физически изучить. Прежде чем он приступил к выполнению, другой такой объект упал прямо за D, сбив его с ног. Когда он встал, он приблизился ко второму объекту. Он замешкался, когда разглядел, что весь объект покрыт канавками и бугорками с одной стороны и плоской роговой ногтеподобной пластиной с другой. D выстрелил в объект, и с того пошла кровь. Он быстро отдалился от объекта. Глубокий протяжный крик слышен над D, который обратился в бегство. D бежит через лес, ругаясь безумолку и моля о какой-либо форме поддержки или помощи командования. Пока он бежит, все больше объектов падает сверху, по всей видимости пытаясь поразить самого D. Он покидает лес, и теперь он у северной окраины Тенби. Пока D спешит сократить дистанцию до города, другой неизвестный объект сталкивается с D, сбивая его и заставляя упасть на спину. Объект падает рядом с D, занимая большую часть обзора камеры. D осматривает объект в длину, так как листва леса больше не мешают обзору, становится видно, что объект, скручиваясь, уходит на несколько десятков метров вверх. D кричит, когда обнаруживает его источник. Голый исследователь Сингер подвешен высоко в воздухе, балансирующий на сильно увеличенных и вытянутых пальцах. Исследователь Бонд встает со своего места у панели управления, давится и переходит к обильной рвоте. Сотрудник медицинской команды немедленно начинает помогать ей, успев поймать до того, как она упала, потеряв сознание. Доктор Петерсон заменяет ее на месте у командной консоли. Агент Коллинз прибывает, чтобы помочь отнести Бонд в медицинский отсек, где она может получить правильный уход. Существо, бывшее Сингером, издает глухой звук, поднимая один из пальцев из рощи где-то вдалеке и двигая его в сторону D-2172. Это приводит к падению нескольких деревьев на пути. D отпрыгивает налево, уворачиваясь от угрозы. Он достает свое оружие и открывает огонь, однако не преуспевает в меткости стрельбы. Видно, как Сингер поднимает свою левую руку, медленно сводя пальцы на ней, чтобы схватить D. D быстро встает и бежит в противоположную сторону. Можно услышать, как пальцы сталкиваются между собой за ним. Благополучно достигнув главной дороги, не снижая скорости, он прибыл в город и продолжил двигаться на север. Громкие удары слышны, когда Сингер осуществляет свои перемещения на пальцах. D с трудом уворачивается и палец проходит мимо него справа, проламывая забор с цепями, которыми были окружены дома. Другой палец ударяется о крышу, после того, как проносится над головой D. D неоднократно ругается, когда проходит поворот, где встретил ботинок исследователя Сингера. Он проходит мимо дорожного указателя, чуть не падая, споткнувшись о собственную ногу. Темп движения становится виден. Чуть позже становятся видны руки, торчащие из ямы с телами. Командование подбадривает D, говоря ему о том, что нужно только добраться до ямы и уверяя, что техник готов вытащить его сразу, как это станет возможным. Сингер начинает визжать. D поражен некой силой, опрокидывающей его. Визуальный поток прекратился в силу полученного ущерба. Слышно, как D кричит и ругается. Судя по звукам, можно предположить, что он становится все дальше и дальше от записывающего устройства. Кроме того, звуки ударов от перемещения Сингера также удаляются. Последние полчаса на записи только тишина. Доктор Петерсон приказывает прекратить запись и объявляет, что D-2172 потерян. Было решено, что оставшееся оборудование D может быть возвращено для дальнейшего использования. Агент Коллинз прибывает в комнату управления и обсуждает происходящее с доктором Петерсоном. Коллинз настаивает, что нет доказательств того, что D был пойман или убит, ссылаясь на изданной комитетом по этике мандат на исследование отдельных экстрамерных пространств, она убеждает Петерсона оставить на месте оборудование D. Некоторая часть персонала остается у оборудования несколько часов. В 2 часа 13 минут по местному времени дежурный техник сообщает, что он видел, как трос двигался. Через какое-то время он мог наблюдать, как трос заметно натягивается. Это произошло дважды, что было сигналом к извлечению D. Медицинскому персоналу сообщено, что D может нуждаться в их помощи. Через минуту на поверхности появилось пустое крепление к костюму D. Судя по всему, ни один из его элементов не был правильно закреплен. Видно, что крепление зацепилось за что-то в яме. Трос продолжил втягиваться и стала видна рука D, держащее крепление, которое выскальзывало из пальцев. Видно, что рука D оживленно двигается, пытаясь схватить что-то, чтобы удержаться от того, чтобы скользнуть обратно в яму с телами. D-209 побежал к яме, хватая руку D за момент до того, как она скрылась в темноте. Он также начинает погружаться в кучу тел. D-774, доктор Лафайет и рядовой Авди приходят на помощь D-209 и формируют цепь из людей. Их общей силы хватает на то, чтобы начать вытягивать двоих из D-класса из ямы. D-209 успешно извлечен. Его руки заметно растянуты и все еще держат D-2172, руки которого снова можно увидеть. Когда четверо мужчин потянули, они вытянули примерно 3 метра руки D-2172. Она начинает щелкать в нескольких точках. D-209 отпущен. D-2172 был втянут обратно в яму.